Армия принципов прорвется там, где не прорвется армия солдат. Томас Пейн, писатель. Трудно определимое предчувствие, предвестие надвигающейся грозы. Наверное, именно такие эмоции рождает нынешний Чистополь в душах и умах немногих окрыленных принципами и ценностями граждан. Эти выстроившиеся в очередь в крематорий Чистопольские домики спасать казалось уже некому. И говоря об этом две недели назад, мы никак не могли отделаться от ощущения, что все это подозрительно знакомо как минимум тем, кто жил в Казани лет 20 тому назад. Все это подозрительно похоже на окончательное решение вопроса о ликвидации целого исторического слоя, на смену которому должно было прийти нечто якобы более заслуживающее бессмертие. Но пока одни задавались вопросом, зачем все это спасать, другие ломали головы над тем, как это сделать. Так появился вот этот список. Список первой очереди на спасение от медленной и мучительной смерти. Список десяти. В нем десять первоочередных домов, спасать которые нужно было, что называется, еще вчера. А еще раньше был вот этот призыв от общества охраны памятников о начале экстренной акции по консервации расселенных домов. Казалось немыслимым собрать деньги и собрать людей в столь короткие сроки. Но пригодился опыт, сын ошибок трудных. Да и людей, активно сочувствующих, тут же собралось немало. Мы смогли это доказать всем, показать, что добрые люди существуют и всем не все равно. То есть вот тогда все зашевелилось. Когда мы объявили, что у нас срочный сбор в Чистополе, люди стали отзываться, кто не мог приехать, тот средствами помогал. Здесь же вклад города есть. Есть то, что волонтеры сами вот собрали, партнеры Томсуэрфеста. Есть средства, которые на фонд культуры Чистополя перечислили организации, они отозвались. И вот благая весть на этой неделе. Собран первый миллион. И немой до того Чистополь наконец зазвучал. Три дня трудились волонтеры на этой неделе в Чистополе. На спасение одного дома от мародеров и непогоды по предварительным подсчетам необходимо было несколько десятков тысяч рублей. Почти сотня. Отсюда и миллион на все десять. Город ждал лишь волонтеров и ждал недолго. Был клич, и мы приехали. Да, даже не задумываясь, правильно? Если люди собираются сохранить историю, значит, надо поддерживать это. И поддерживать тех людей, которые занимаются этим. Ой, какой значок! Я так его хотела получить. Спасибо большое. Вы сюда не за значком, конечно, ехали? Нет, не за значком. Я ехал сюда помогать. Спасать город, спасать красоту. Моя мама из этих краев, поэтому меня прям сюда тянуло, тянуло. Вот это очень важная часть работы сейчас была, да? Это, я так понимаю, материал специально портится, опять же, от вандалов, от мародеров. Ну, к сожалению, я очень сильно боюсь, что просто появится умный человек, который решит покрыть себе сарай. Вот, да. А учитывая, что здесь я не вижу ни одного жилого окна, из которого хотя бы какая-нибудь бабушка могла погрозить. Город живет жизнью своих людей. То есть, город – это не дома, город – это люди. И если в городе есть люди, которым это важно, то почему все остальные должны решать, что этого быть не должно? Да, и такие люди в этом городе еще есть. Предприятия города поделились и техникой, и инструментом, и людьми. Говорят, лошади, тянущей телегу с кирпичом, сложно смотреть по сторонам. И вот, наконец, отвлеклись от дороги и посмотрели. Ну, знаете, кого-то вот какого-то толчка не хватало. Вот видите, вот люди из Казани приехали, и тут же сразу и местные тоже встали. Ну, всегда же так. Город у нас маленький, бюджет маленький. Тут всегда ничего не хватает. Элементально вот кто-то помог, кто-то трубит, кто-то профнастил, кто-то... Вот мы, чисто говоря, сила рабочая. Городской исполком очень помогает. И они организовали здесь свои учреждения тоже городские. Часовой завод, Чистопольский направил. Вот это сотрудничество сразилось, да, все? Ну, конечно, здесь же все понимают, что город нужно спасать, нужно консервировать здания. Нужен был просто такой организационный толчок, нужно было, чтобы, ну, победила дружба. Ну, что делать акцию кому-то в пику? Надо делать вместе. И поэтому мы с самого начала и приехали к главе, сказали, мы за памятники, а не против там кого-то вас. Дом Авдеева. Тот самый памятник, объект культурного наследия. Так он выглядит сегодня. Страшно. Но куда менее теперь за него страшно, чем было еще две недели назад. Двери и окна теперь заколочены. И во всяком случае уже вездесущая здесь молодежь сюда уже не полезет. Вот было. И вот стало. Конечно, и эту защиту при желании можно поднять на смех. Несомненно, она не вечна. От профессиональных грабителей она не спасет. Но смысл всей этой консервации и всех вот этих табличек, которые, кстати, впервые появились в Чистополе на этой неделе, собственно, в том, чтобы мы обратили, наконец, внимание на то, что старше нас самих. То, что было обесценено, снова обретает свою ценность. Вот первая партия – это наша акция. Наше дело ведь только запустить волну. А потом мы им говорим, вам важно держать эту волну. И продержаться надо два года, пока сюда придет БРИКС. Но за это время нужно еще их раздавать уже за рубль квадратный метр или вот эти механизмы продумывать. И мы даже готовы, договаривались своих инвесторов пытаться посватать сюда, в Казанских. Чтобы вот эти дома дожили до начала реставрации, ну, это вот и есть миссия сейчас этой консервации, да. Потому что если сейчас, например, кто-то в аренду заходит, вот в этот дом начинает, например, его проектировать, да. Пока проект, пока экспертиза пройдет еще полгода. А там уже опять зима и опять сложно проводить какие-то работы. Потому что мы ставим на год, то есть мы рассчитываем, что год должен продержаться этот хотя бы год. Каким-то домам нужно будет больше времени. Надеемся, что и успеем раздать. И исполком сейчас передает в аренду тоже здесь предпринимателям. Потому что люди интересуются, да, первый дом отдали до конца года, они еще 12 собираются отдавать. Да, первая ласточка в городе действительно уже есть. Один из, казалось, недавно приговоренных к смерти домов – Игорь Негода slипет. Продолжение следует... Это вот это самое главное, на самом деле. Все остальное же мелочное. Я надеюсь, что это общество оценит ваши усилия. Мы никогда не рассчитываем и не ждем оценок посторонних. Делай, что должен, и будь что будет. Михаил Любимов, Андрей Ключников и Роман Безменов. Семь дней. КОНЕЦ